Воскресший Христос, Он продолжает править над живыми и мертвыми, Он глава Церкви, Он на престоле сегодня, и у Отца по правую руку ходатайствует за нас, верующих людей, ходатайствует о нашем пути в небо, о том, чтобы на этом пути мы сохраняли верность, и когда мы даже не сохраняем ее или попадаем в искушение, то ходатайство Иисуса действенно, и Дух Святой работает с нашими сердцами, где-то обличая, где-то тревожа нашу совесть, Он ведет нас путем освящения, путем Божьим в небеса. Сегодня хотелось говорить о пути, то есть только два пути. Об этом говорил Иисус, что есть только два пути. И на самом деле мы, конечно, прошли в жизни много разных дорог, и автомобильные дороги мы проехали, может быть, большие расстояния, разные города, кто-то, может быть, летал уже на самолете, где-то дороги проходили ваши через больницы, или через курорты, где вы отдыхали, то есть разные дороги были у нас. И на самом деле дороги сопровождают нас. Вспоминаю один случай насчет пути, дороги. Еще молодой я был, и, по-моему, даже не женат, первая машина появилась, тогда был только российский автопром. И меня попросили, возьми, пожалуйста, миссионера с одного города за 200 километров, с одного города возьми миссионера. Миссионеры были, это Диковинка, они были еще все такие зарубежные. И я приехал за миссионером, меня встречает большой такой дядя Джон, вот, ну, мы познакомились, я говорю, я вас отвезу обратно. Хорошо, хорошо, сел в машину, как, я немножко по-английски разговаривал, говорю, как вас там зовут, все. Где были, ну, я вот в Африке был, до этого был полковником спецназа, а потом уверовал, вот, поехал в Африку, был миссионером, там, по джунглям. Ну, вообще, я думаю, это фантастика просто, я смотрел на него с открытым ртом, думаю, живого вижу, да еще который в джунглях жил. Вот. Выезжаю из городка, и вот у местных жителей спрашиваю, как мне, короче, вот ехать в направлении моего дома. Они говорят, ну, есть вот объездная дорога, она там, ну, километров на 20 больше, она неплохая, асфальтированная все, а есть короче дорога. Ну, там, говорит, проедете немножко по бездорожью, а так вы сократите 20 километров. Ну, я обрадовался, думаю, надо сократить. Вот. Проехал немножко, закончился асфальт, потом закончилась дорога, и было большое поле, и на нем было вот так, наверное, на ширину, метров 200, колеи сплошные, то есть грузовые машины ехали по полю, каждый выбирал себе дорогу, и пробил вот эти дороги такие. И я так встал между колеей на бугры машину свою и еду, и это было километр. Я смотрю, мой брат-миссионер, он пробудился, он сначала так придремнул, потом пробудился, увидел дорогу эту. Потом он еще больше пробудился, взялся уже за поручни, держится. Думаю, ты просто русских дорог не знал, вот, это тебе не джунгли. Вот. И он искал уже пути выхода, как бы десантироваться с моей машины. И мы едем, а там буквально вот такие колеи по метру между колес, и над нашей машиной, и туда, и туда, везде такие. Еле-еле мы пробрались. Вот. Потом он же не спал всю дорогу, потому что еще были у нас там некоторые приключения. Вот. Ну, я про что? Про то, что дорог много. Иногда мы начинаем путь так хорошо, и Писание нам говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Вот кажутся им, ему кажется, вот, ну, начало хорошее, если вот я поеду по этой дороге, это у меня такое светлое будущее, это у меня такая перспектива. Но Писание предупреждает, что не всякий путь, который кажется тебе прямым, имеет хороший конец. И вот Иисус, когда был на земле, Он проповедовал, и в Нагорной проповеди Он сказал следующее слово, 7 глава, 13-14 текст. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибели многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Очень кратко Иисус говорил вечные истины людям, говорил на простых житейских образах. Он говорит, вот есть врата, ворота. И есть красивые врата, здесь написано «широкие», на самом деле красивые, украшенные, блестят, перспектива такая. Есть неказистые такие, тесные. И Христос говорит «входите тесными вратами». Что Он имел в виду, когда говорил «входите тесными вратами»? Это не просто «ходите по земле, ищите узкие калитки и только через них проходите». Что Он имел в виду, когда говорил «нам сегодня входите тесными вратами»? Что это за тесные врата? Что это за такая дверь, да, или такой проем, через который надо пройти? И через некоторое время Он говорит «я дверь овцам». И когда мы читаем Иоанна, 10 главу, 9 текстом, Он говорит «я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажет, найдет». Дверь в небо, вход в тесные врата – это Иисус. Для нас, верующих людей, должно быть понятно, что у нас нет другого входа, нет другого пути спасения, кроме как Иисус. Потому мы о Нем проповедуем, потому Ему поклоняемся, потому мы Ему молимся, хотим знать Его лучше, потому что через эти врата мы входим в небо. И у нас действительно нет никакой другой перспективы в жизни. Через узкие или тесные врата не входят, как в широкие врата. Вот написано, когда широкие врата, то можно даже, наверное, компанией войти туда. Вот сговорились и пошли, и даже не тесно пройти через эти ворота широкие. А в узкие врата мы все приходим по одному. Потому Бог ожидает, что вера наша будет также и персональной, личной. Это не просто наша национальная вера. Вчера все были атеистами, а сегодня все стали определенной конфессией. Потому что поменялась политика или спрос, или мода. И когда разговариваешь с нашими национальными кадрами, они говорят, мы уже кем только не были. Мы и язычниками были, и христианами были, и мусульманами были, и атеистами были. Мы сейчас сами не знаем, кто мы. Сейчас скажи, что в очередной раз еще кто-то. И так широко всем народом вошли в ворота религиозные. Но в узкие врата входят по одному. И там действительно надо будет склониться, там действительно надо будет сокрушиться, и без покаяния в эти ворота не входят. Без личного покаяния, без личного сокрушения, без личного признания Иисуса Христа в эти ворота не входят. Можно подумать, что ты вошел в ворота христианские. Можно подумать, что ты вошел в церковь, но на самом деле без покаяния, без личного сокрушения перед Иисусом Христом в эти узкие врата не входят. Узкие врата, входя, мы также расстаемся с определенным грузом или бременем Чтобы войти в эти узкие врата, надо обязательно снять большой-большой груз, который мы имеем Нельзя войти в ворота узкие и оставаться нагруженным всем прошлым Надо сбросить бремя На самом деле об этом заботится больше даже Бог, чем мы Он снимает с нас бремена, Он прощает, Он покрывает, Он исцеляет Он вводит нас в эти узкие врата, потому что Он за это все заплатил Потому что Он все взял за себя Хотя некоторые люди продолжают по жизни влачить бремя прежних грехов, не прощая себя Тогда, когда Бог уже простил Я не могу простить себя, как я мог, я же был в христианской семье, среде, я позволил себе такой грех или такое преступление Или впал в такое искушение, которое даже уму не поддается, вот на трезвую голову такого не делают Но я это сделал, я простить себя не могу И с этим бременем человек не может ходить через тесные врата Потому когда мы входим в тесные врата, Бог ожидает, что бремя мы сбросим Он хочет, чтобы пройдя эти тесные врата, мы пошли дальше свободными людьми Свободными людьми Для этого пришел Иисус Христос, чтобы снять это бремя Чтобы мы стали детьми Его семьи, свободными от греха От вины, от гнета преступлений, от терзаний совести И это делает все Иисус Христос Дальше Очень хотелось бы, чтобы мы не долго стояли у тесных врат Вот здесь как бы Христос в таком повелительном наклонении говорит Входите тесными вратами Не думайте долго Если ты будешь долго думать и торговаться Или ждать какого-то удобного случая Когда, ну все в моей жизни уже решилось Теперь осталось только пройти через тесные врата На последнем издыхании я покаюсь Или после пенсии я буду уже тогда служить Господу Господь говорит, входи тесными вратами скорее Ты не пожалеешь Если ты войдешь тесными вратами И станешь на узкий путь Оглядываясь назад, ты никогда не пожалеешь О том, что ты вошел этими вратами Может быть, к сожалению, у тебя придет, что ты раньше не вошел туда Но никогда не придет к сожалению, что ты вошел уже туда Потому, когда мы стоим у врат И думаем, куда войти И может быть, ты сегодня в молодые годы На пороге своей грядущей жизни Думаешь, куда мне идти Как выбрать мой путь, входи тесными вратами Знакомься с Иисусом Приходи к Нему Свяжись свою судьбу с Ним И ты не пожалеешь никогда Почему там ответ есть дальше в нашем тексте? Входите скорее Однажды молодая девушка пришла к служителю и говорит Знаете, ну, конечно, хорошо, что вы так вот проповедуете О христианском пути, о том, что надо жизнь посвятить Иисусу Но мне хотелось бы все-таки Не иметь столько ограничений в жизни И пожить для себя, пожить У меня перспектива такая, радужная внешность, хорошее Здоровье есть И я бы не хотел, может быть, сейчас решать этот вопрос Они были в кафе И он пил какой-то молочный напиток Допил и совсем внизу там осталось Осадок какой-то Он говорит, вот знаешь, ты сейчас говоришь так вот Не мне, а Господу Господь, допей, пожалуйста, то, что осталось Вот когда я все выпью Все удовольствия жизни Все, что ты мне богатство дал, разбазарю А тогда вот, Господь, воспользуйся тем, что от меня осталось Моей разбитой судьбой Моим, так сказать, остатками моего здоровья Увидающей красотой Истощенной эмоциональностью Вот повоспользуйся потом, Господь, всем этим Потому пока вы молоды, пока вы сильны Пока у вас есть возможность Пользуйтесь этим шансом Входите тесными вратами Когда Христос сказал о вратах Он сказал, что сразу за этими вратами Начинаются два пути Немного, а только два Иногда люди в жизни размышляют Думают, ну как-то И восточные какие-то религии Начинают нам навязывать такую идею Но к Богу есть много путей Ну много есть путей У тебя свой путь, у меня свой путь Вообще к Богу по-разному люди приходят Да, встречи бывают разные Или, как сказать, ситуации, в которых встречается человек Но пути есть только два Не много путей к Богу, а только два То есть к Богу один А вообще пути два И вот Божий путь Путь узкий, путь тернистый Путь благодати, поверим во Христа На нем нет компромиссов Нет других каких-то Предложений Другие пути, которые широкие Это пути, может быть, самоусовершенствования Самовлетворения Они влекут в бездну И взирая на прошлую жизнь Апостол Павел пишет Ефесянам 2 глава 2 стих Мы жили некогда по обычаям мира По воле князя, господствующего в воздухе Это был наш путь Мы жили, как хотели Это были обычаи мира Их так много предложений на этом пути И так мы жили Божий путь Узкий путь Как я уже говорил Как и врата, так и путь Это есть Иисус Христос Иоанна 14 глава 6 стих Я есть путь Истина и жизнь Никто не приходит к Отцу Как только через Меня Знаете, чтобы Бог стал вашим Отцом Вам надо обязательно Прийти Иисусом Христом Если вы хотите прийти к Богу Вне Иисуса Христа Вы встретитесь с Богом Судьей Но если вы знакомы с Иисусом То вас встретит Небесный Отец Это условия Иногда, когда говоришь людям Они говорят, ну как-то все кардинально Нельзя ли как-то чуть-чуть пошире расширить Вы очень фанатично мыслите Почему только Христос Почему только так У нас нет другого предложения У нас от Бога просто нет другого предложения Если бы Он сказал Знаете, есть такой путь Потом есть альтернатива А потом есть еще запасной путь Но у нас нет такого варианта Потому если ты желаешь встретиться с Богом Как с Отцом Христос говорит, я есть путь Истина и жизнь И никто не придет к Отцу Как только через меня Однажды некоторые встанут перед Богом И Бог скажет Ну я не знаю вас Господи, на наших улицах Ты проповедовал Чудеса мы видели Твои Мы как бы вот Свидетелями были всего этого Но Иисус скажет Я вас не знаю Потому что вы не вошли этим путем Вы не прошли через эти врата Которые я обозначил вам Вы не знакомы мне Может быть вы знаете что-то обо мне Может быть вы в каком-то христианском Миропонимании там Или вот в каких-то концепциях разбирались Но вы со мной не знакомы Вы приняли, может быть, какое-то вероучение Но со мной вы не знакомы И я не знаю вас И вы не можете пройти к моему Отцу Потому что вы не вошли этими вратами И вы не стали на этот путь Который ведет Жизни Идти по этому пути Непросто Иисус сказал, что этот путь узкий Вот И Даже где-то он Очень узкий И это Спугает людей Почему Бог сделал свой путь узким Ну нельзя было, да Один широкий путь И другой широкий путь Почему он сделал его узким для нас? Потому что он знал, что нам Очень нужны Ограничения Для нашей греховной природы Для нашего необузданного характера Для нашей испорченной адамовской вот натуры Нам Обязательно нужны границы И мы Как в Писании говорит Потеку в русле заповедей твоих То есть заповеди Божьи Они являются Вот этими ограничениями для нас Знаете, что бывает с горными реками Когда они выходят на долину И у них нет ограничений Они разливаются как угодно Они делают очень много беды Они наводняют там местность Или разрушают Постройки Потому что эти реки бурные И не ограничены ничем И Бог в своей заботе о нас Чтобы мы не разрушились Как личности Чтобы разрушение не пришло к нам Он поставил нам Ограждение Заповедями своим И ограничил этот путь Определенной узостью Мы говорим Да, Бог ограничил меня Я не хочу идти этим путем Что это во мне говорит? Покорность Вера в Бога Доверие Его доброте и щедрости Или это говорит Мое бунтарство Говорит Мой эгоизм Говорит Моя самость Говорит Мое превозношение Я не хочу ограничений Я настолько свободный Что я не хочу ограничений И вот Христос говорит Стань на узкий путь Это путь жизни Когда мы читаем Книгу притчи Она вся поставлена На противопоставление Глупый Мудрый Щедрый Скупой Расточительный Аккуратный Ленивый Трудолюбивый И говорится Как бы так же Вот эта вся книга притчи Она говорит О двух путях Путь разумного Мудрого человека Божий путь Путь страха Божьего И путь Где все дозволено И вот Бог сегодня Как предлагает тебе Встань на узкий путь И когда Реки ограничивают Определенными Ограждениями Ставят им Ограничения Эти реки уже превращаются В каналы Они могут сделать Много полезного труда Они своей водой Своим бурным потоком Полноводным Вырабатывают для нас Много электроэнергии Они приносят пользу А когда они разливаются Они приносят беду Потому Бог говорит Я хочу чтобы Ты находился В русле моих заповедей Это благо тебе Это тебе благо Не воюй с этим Не противопоставляй себя Божьим законам Потому что есть пути Которые кажутся Человеку прямыми Но конец их Путь смерти Потому что Заканчивается там Всякая дорога На этом широком пути И она заканчивается Бесславно Встань на Божий путь С одной стороны Божий путь прост С другой стороны Он труден На этом пути Узком Божьем пути И идут ученики Иисуса Христа И Христос сказал Кто хочет идти за Мною По этому узкому пути Есть определенные условия Отвергни себя Возьми крест свой И следуй за Мною Это условия Иисуса Он сказал А если Ты не берешь Эти условия То ты не можешь Быть моим учеником Ну на этот путь Может быть Ты как-то проберешься Через ворота Ну там ты уже заснешь И скажешь Нет, дальше не пойду Я уже и так спасенный У меня билет в кармане На вечную жизнь Все, мой самолет Не улетит Бог говорит Нет Если ты хочешь быть Моим учеником И идти по моим следам То на этом пути Ты должен принять Правила и условия По которым Которые я тебе говорю Обычно на каждом пути Да, на наших дорогах Есть знаки Есть условия Есть определенные направления По которым Мы можем двигаться Бог говорит Если ты становишься На мой путь Путь ученика Иисуса Христа То тебе надо Принять обязательно Эти условия Иначе ты будешь Преступником Просто на этом пути Ты будешь двигаться Против движения Ты будешь поворачивать Там, где нельзя Этого делать Ты будешь нарушителем Он и прост Этот путь Но он и сложен Спасение Отдается даром Но оно может стоить Всей твоей жизни Вот на это люди Не согласны Вот спасение даром Это хорошо А то, что потом Бог претендует На всю мою жизнь Ну, об этом Мы с тобой Не договаривались Господь Жизнь остается Моя Все проблемы мои Это твои Ты забирай А все Жизнь моя остается Я ее руковожу Я ее контролирую Я ее направляю Бог говорит На моем пути Мои правила На моем пути Мои условия Божий путь Это путь стойкости Верности И противостояния Все-таки трудный путь Путь такой, знаете Восходящий Он требует Напряжения Стойкости Верности И борьбы Однажды Христос Беседуя с учениками Последний вечер уже Когда Перед распятием Он сказал Если Мир меня возненавидел Не думайте Что с вами будет Все по-другому Он будет ненавидеть и вас И вот здесь Мы, как христиане Встречаемся С определенным вызовом Христос говорит Мир меня ненавидел Вас будет ненавидеть Вы готовы на это Но на моем пути Именно так и будет На моем пути Именно так и будет Последнее Что Несколько моментов Из нашего текста Хотелось бы Увидеть И Результат Конечную цель Или финиш Этого пути Финал И Христос сказал Узкий путь Он ведет Куда он ведет? Жизнь А широкий Погибель Все очень Как сказать Категорично Да Все очень Определенно Двое врат Два пути Два финала Погибель И вечная жизнь И Финал Он Не скрыт от нас И Христос сказал Какой будет Конец этого пути И это Определяет Нашу стойкость Это Определяет Наше желание Это Дает нам Стимул Стоять на этом пути И следовать за ним Потому что Есть Вознаграждение Человеку Который Идет Узким путем И есть Возмездие Тому Кто идет Широким путем Знаете Когда мы находимся На этом пути Христианском Или человек На грешном пути На этом пути Не написано Это путь в ад Нет Наоборот Дьявол говорит Знаешь Это путь Где ты получишь Максимум удовольствия Не отказывай себе Ни в чем Все без ограничений Обычно На этом пути Такие надписи Когда человек Движется по широкому пути Ни в чем себе Не отказывай На узком тоже Пути не написано Знаешь Страдания Скорби Страдания Или там Но Христос Говорит Во-первых На этом пути Всегда я А во-вторых Я вас предупреждаю Уже сейчас Я вам уже Говорю точно Я вам обещаю Что Конец этого пути Это жизнь И участи Только две Вечная жизнь Вечная жизнь Знаете Когда Апостол Павел Говорит Что я знаю Человека Который восходил Туда на небеса И вот Слышал эти Неизреченные слова Прикоснулся К Блаженству Вечной жизни То потом Через многие Послания У него Эта мысль Скользит Как я хочу Оставить все Здесь И быть там Когда Бог Зажигает Искорку Вечной жизни В твоем Сознании В твоем Сердце Она дает Тебе стойкость Идти по тернистому Пути И на самом деле То что Приготовил Бог Любящим Его Не входит Ни в какие Наши Представления Ни в какие Ожидания Насколько Это Будет Велико Насколько Это Будет Обширно Насколько Это Будет Красиво Насколько Это Блаженство Наполнит Нас Если Конечно Человек Незнаком С Богом Или поверхностно Знаком То и вечная Жизнь Она не сильно Его манит Но если Ты вкусил Вот этого Благого Глагола Да Как говорит Писание Если Ты Прикоснулся К вечности Если Ты Прикоснулся К Иисусу Христу Близко Прикоснулся То ты Никогда Не разменяешься На мелочное На временное На пустое Я думаю Это проверка Сегодня Нас Идя по узкому Пути Действительно Ли Я жду Этой вечной Награды Действительно Ли мое сердце И я сам Уже посажен Там на небесах Это моя родина Которую я жду С трепетом В ожидании Или это Просто Знаете Ну нарисованная Такая туманность Проповедником Она не сильно Меня Так сказать Манит Я расстаюсь С ней после воскресного Служения И у меня есть Другие огни У меня есть Другие источники У меня есть Другое наполнение И это все Лишь Абстракция для меня Очень хотелось Чтобы это было На самом деле Жизнью нашей Реальностью нашей Любовью нашей Которой мы стремимся И последнее Мир разделен Или путешественники На пути Разделены На две группы На две группы И как Писание Описывает эти две группы Идущих По этим двум путям Как текст пишет нам Те которые идут По узкому пути Как они Описаны Немногие Я понимаю Библии у вас нету На память кто-то не помнит А на широком пути Когда идут путники Как Какая-то категория Как их назвал Христос Многие Вот Христос говорит Мир разделился так Многие И немногие Знаете Бог не зависит от чисел Иногда люди так Тревожатся за Бога Что А если вот Ну верующих будет Не так много А так много идут в погибель Ну неужели у Бога Такой сбой в программе Он что-то сделал не так Да У него пошло что-то не так У него столько брака Да Вот в его работе Что многие идут в погибель А немногие идут в вечность Как-то тревога у нас В сердце за Бога Да Почему у него Такой порядок вещей Но Бог не зависит от чисел Совсем не зависит от них И он говорит У меня есть те Которые немногие Есть те Которые выбирают Путь широкий Бога сбоя нету Бог в своем спасении Спасение его не ущербное Какое-то Да Не просто какое-то Знаете Ну не способное Охватить Он не собирается Охватывать грешников Он не собирается Их насильно Ввести в рай Чтобы они там Наслаждались Если они хотят Быть в аду И погибели Он вовсе этим не занимается Вот настолько уважая Свободу человека Он говорит Ты сегодня определяешь Свою участь Некоторые вещи Ты даже не определяешь В своей жизни Родиться мальчиком Или девочкой Выбрать цвет своих волос Ты даже не выбираешь Родителей ты не выбираешь Семью не выбираешь Время в которое родиться Ты не выбираешь Но вечную жизнь Выбираешь ты Ты выбираешь свою судьбу Господи Почему ты доверил Нам такой опасный Выбор Такую участь Которую мы выбираем Потому что он нас любит Потому что он нас Вознес И дал это достоинство человека Не просто повернул Все головы в вечность И поставил на этот путь Он не загоняет Как знаете Такой злой пастух Палкой в небеса Никого И когда некоторые Отошли от Христа И Христос говорит Ученикам Друзья Вас двенадцать Вас немного у меня Но не хотите ли И вы меня оставить Господи Ну это ж Крах всему твоему служению Ну ходили толпы людей Ходили по семьдесят По восемьдесят И вот они раз Пошли И оставили тебя Махнули рукой На все Представьте Наши церкви Сейчас собрались люди Все так хорошо нам А потом остается Ну у Христа ушло Там Восемьдесят процентов Перестали ходить с ним Ну и здесь осталось Человек так Сорок Пятьдесят Ну сто человек От общины И все Остальные все ушли Там мы бы наверное В глубокий транс Пали в служителями Вот это да Развал сплошной Иисус говорит Нет Друзья Определяйтесь спокойно Потому Уважая вот нашу свободу Уважая Нас как людей Созданных по образу Подобию Божьему Он говорит Вы и участь свою Определяете сегодня Вы и сердце свое Наклоняете Добровольно На тот путь На который Вы себя отдаете Вы на этом пути Добровольно Находитесь Я вас туда не затащил Вы меня упрекнуть В этом не можете А все остальное На этом пути Все блага Я даю вам То небольшое Количество людей Немногие Как Христос говорит Это Христовы Обители для всех Хватит Господь всех Встретит Небеса уже готовы Господь говорит Сегодня Может быть Если ты размышляешь Входи Подвизайся Иди по этому пути Если не так То однажды В одном из произведений Описывая Погибель Срокого пути Автор Говорит Что на воротах Этого Место пребывания Грешников Написано Остав Надежду Всяк Входящий Сюда То есть Будет момент Когда участи Наши Определяться Закончится Наш путь Здесь на земле Глаза закроются И у многих Они откроются В вечности С Богом А еще У большего количества Они откроются Там Где Писание Говорит Червь их не исчезает Огонь их не угасает Я думал Об этом образе Думал Странно Что это за образ Такой А вот то Что ты здесь В чем жил То будет продолжением Всей твоей жизни Некоторые говорят У меня ад уже здесь На земле Он у тебя продолжится В вечность Твоя страсть Которая тебя Разжигает И ты не можешь Ее оставить Ты ее любишь Она будет Тебя Не угасать Какой-нибудь Злой Через зависти Который там Тебе сидит Или сомнения Он будет прорастать Всю вечность Об этом Христос сказал Это то Что наследуют Люди В конце пути Мне бы очень хотелось Чтобы однажды Став на путь христианский Мы действительно Оценили его Как очень драгоценный путь Единственный Любимый нами Чтобы мы никогда Не сожалели Чтобы не смотрели По сторонам На манящие огни Чтобы искушения Которые будут В присутствии греха Еще есть Пока мы здесь находимся Оно Побеждалось с нами Стойкостью Верностью Любовью К нашему Господу Иисусу Христу Есть только два пути Есть два финала Два окончания Стой на Божьем пути Верно И ты увидишь Спасение Божие Своими очами Да благословит тебя Господь Аминь